Играет очень одаренный человек, или гений, или бездарность. Вот очень многое зависит, конечно же, от исполнителя. И у нас иногда бывает такой стереотип, что, ах, ну это же талантливый музыкант играет. И вот то, что дано таланту, то не дано никому другому. То есть мы иногда некоторые вещи возводим просто вот в рамках, что вот это талантливый человек, а это не талантливый. Если талантливый, то он может сыграть абсолютно все. Если не талантливый, ну, значит, надо заниматься. Я все время стою на позиции того, что талант, скорее всего, это как бы скорость движения. Но направление, вектор движения, это зависит от мотивации ученика. И поэтому, если ученик очень хочет, он всегда пройдет эту дорогу. И вот приемы талантливой игры, они все делаются, в общем-то, с нуля. И очень многое зависит от работы слуха, от слышания возможностей инструмента, рояля, от внутренней энергетики, которая тоже воспитывается. То есть вот мы говорили в Петховене о внутренней пульсации, и вот благодаря этой пульсации воспитывается творческая воля. Сегодня мы будем говорить о контилене, о красивом звуке. И вот когда мы учимся слышать эти звуки, рояля, то они сами провоцируют внутренний мир откликаться на музыку. То есть здесь есть вот такой, как бы, комплекс, соединение. Не только, как бы, через чувства, но через слух открываются чувства. Да, мы работаем над чувством, мы работаем над образом. То есть мы говорим о смысле этой музыки. И вот это взаимодействие невозможно отделить одно от другого. Рождается тогда ощущение, что человек как бы играет талантливым. Но на самом деле все делается от первой до последней ноги. И самое первое, с чего бы мне хотелось начать, это, конечно же, самый принцип контилена. То есть когда, собственно, делается любой инструмент, есть такое понятие, как бы, глубины тона и тянущегося звука. Если, допустим, на хорошем инструменте, очень хорошем, я беру звук, вот если сейчас посчитать количество секунд, он уже практически угас, то есть до 10 секунд. На хорошем стенвее звук длится, не затухая, практически полминуты. Вот. И вот эта глубина тона, она позволяет звуку как бы все время длиться. То есть контилена – это умение длить звук и соединять один звук со следующим. То есть то, что мы иногда называем таким вот, как бы, локальным легалом. То есть это твое первичное прикосновение к инструменту и умение слышать длинный звук так, чтобы он при взятии не только не газ, а как бы еще длился дальше. Во многом этому помогает инструмент, если он хороший. Если инструмент не помогает, те инструменты, на которых мы играем на, не знаю, на красных октябрях, может, в основных школах еще остались такие инструменты. Вот. Ну, если электронные инструменты стоят, это вообще не обсуждаться, потому что в электронном инструменте нет понятия контиленции. В электронном инструменте есть просто запрограммированный компьютерный звук. Мы же говорим о живом инструменте. То есть, в любом... Что значит живое инструмент? Это струны. Прикосновение пианиста идет, как бы, через клавишу сразу к струне. То есть, вот, когда скрипач играет на струне, да, ведь он сразу прикасается пальцем к струне. Вокалист чувствует целые связки. То есть, и есть вот ощущение, что, как бы, тело, оно связано со своими струнями. У нас же все-таки достаточно сложный механизм. Мы играем, как бы, на клавишах. Но один, как бы, из тоже постулатов контилены, это забыть о клавиши, и прикосновение идет сразу к струне. Поэтому можно всех музыкантов, пианистов, разделить сразу на две категории, и вы можете очень хорошо друг от друга отделять. Пианисты-клавишники, то есть те, которые играют на клавишах, нажимают клавиши. И это очень всегда видно. То есть человек сидит за близко, смотрит в клавиатуру, упершись носом, головой, и начинает играть музыку. Ну, я не знаю, сейчас покажу. Я люблю шепот. Ну, и так далее. То есть это тот обычный вариант, когда идет исполнение, как называется, кнопкодавства. Когда же звучит прикосновение к струне, сразу рождается ощущение некой натуральности. Вот это не есть принцип таланта, это есть навык. Навык, которым мы учимся на первом уроке. То есть с чего мы начали первый урок? Вот иногда для студентов в консерватории это бывает шок. Потому что студент за лето выучил программу, вот, сейчас придет, сейчас педагог ему расскажет, там это сюда, крещено, димененда. Тут быстрее, тут громче. А оказывается, что первый урок идет полтора часа, два часа. Работа просто над одним звуком. Потому что идет переориентация слуха, пианизма с исполнения на клавиши на исполнение на струне. И вот мы ведь учимся сколько лет? До консерватории, до училища. И мы ведь учимся на пианино. На пианино этот прием, в общем-то, ну, работает, но скорее как бы, как иллюзия. А прикосновение к роялю, это именно и есть ощущение, что ты прикасаешься к спрюме. Вот эта колоссальнейшая разница, она не сразу всем дается. Поэтому как бы вот в своем прикосновении я стираю ощущение, что я прикасаюсь к клавишам. То есть сразу звучит струна. Даже я не смотрю на инструмент. То есть вот сразу я беру звук, и я его слушаю, как бы в самом конце зала. Вот это тоже один из показателей кантилены. Тянется ли звук инструмента у исполнителя, да? И идет ли он в самый конец зала? Либо он остается на сцене. Как вот от исполнителя ведь тоже зависит, куда пойдет звук. Потому что очень часто исполнитель остается на сцене. Публика сидит в зале, да? И публика остается равнодушной, она остается холодной. Почему? Потому что от исполнителя не идет энергетика, она не идет через звук. То есть если ты ушами как бы находишься все время и на сцене, и в самом конце зала, то уже как бы все твои чувства, они направлены на игру вот куда-то в пространство. Поэтому, когда мы играм на дорогарь, вообще лучше не смотреть на плавяту. То есть все время слушать, представлять, что звук идет в зал. Когда, допустим, я сижу дома, и у меня нет зала, да, у меня стоит стена тут же. Но у меня все время развито правостороннее ощущение зала. Я представляю, что... Вот я, допустим, да, у меня дома нет пока, а у нас на пианино. Вот. И я представляю, что я играю в очень большом зале. То есть границы, рамки как бы вот своего кругозора и внутреннего представления, они все время должны расширяться как можно дальше. Поэтому, когда я прихожу вот сюда, в маленький зал, да, мне тесно. Мне хочется сразу большого концертного зала, потому что звук, он еще дальше может пойти. И отсюда же и психология исполнителя. То есть, когда ты сидишь дома, привыкаешь так вот заниматься, потом в классе, и потом вышел на большую сцену, на большой инструмент, и потерялся. Всегда испугался, потому что открытый рояль. Кстати, мы вот в классе всегда тоже постоянно открываем рояль, чтобы было именно ощущение концертной обстановки. То есть, концертного сценического и волнения, и как бы уже звукоизвлечения. Вот. Поэтому все это как бы концентрируется на первом взятии в этой эрегии. Давай мы попытаемся сейчас сыграть вот только лишь одну мелодию, и все, что вот сейчас я проговорил, применить. Плюс еще вот один эффект. Начни данную мы посмотрим сейчас. Пусть очень нужно, понимаешь? Пусть. А можно я так попробую? Мне все время кажется, что вот как бы ты немножко недоедаешь этот инструмент. Вот его возможности они, наверное, может быть немножечко больше. Да, он чуть-чуть полуховат, но все равно вот этот тянущийся звук. То есть, в чем прием? Я как бы не удаляю клавиши, то есть, вот как у нас есть привык, что мы играем, да? То есть, идет удар, нажим. вот такой вот получается резкий звук. А я говорю, клавиша как бы полкасательной, то есть, я ее как бы ласкаю. То есть, здесь вот ощущение такого оглаживания. И тут очень простой эффект. Вот если я зажму сейчас струну и просто сейчас ткну, мы слышим удар молоточка у струны, то есть, вот стучащий звук. С той же самой силой я сейчас проглаживаю. Вообще не слышно удар. То есть, вот эта безударная игра с таким же самым весом, который я сейчас беру, она абсолютно лишает инструмента вот этой ударности, который иногда некоторые настаивают наоборот, что у нас молоточково ударный инструмент. может быть, да. Скажем, когда мы играем что-то, что рассчитано на этот эффект. Но в данном случае мы должны забыть и о клавишах, и об ударности, чтобы звук тянулся. И причем, кстати, для этого педаль совершенно не нужна. сам прием звукоизвлечения он связан с тем, что палец как бы открывает струну. И вот на этой звучащей струне вот я повторяю звук, он длится. Но если на струне это еще бы, конечно, чувствовалось больше и лучше. Вот, безударный звук. Я могу собрать его больше, дальше вот в зал как-то тянуть. И теперь слушать сколько он длится. Вот он же длится не затухая сначала, изначально. Он длится с волной. И вот первая, кстати, волна, так называемая вторая волна, то есть первое это взятие, вот вторая волна. Она больше, чем само взятие. Вот, вот он, этот эффект. И вся моя природа вот, моего тела, слух, мышцы, они перенастраиваются на это слышание. Потому что страх пианистов всегда в том, как прикоснуться к инструменту. Садится музыкант и начинает настраиваться, потому что страх прикосновения. Психологии нашей этого прикосновения нет. Потому что есть взятие, и вот только лишь здесь включается мой слух. Вот это я пытаюсь все время слушать. Как звук длится, вторая волна, потом идет третья волна, четвертая, ну уже пятая, уже нет. Вот на хорошем странице до десяти слушаешь, после хорошего инструмента невозможно возвращаться в родные пенаты, играть на эстониях, на ферстерах, потому что после хорошего стенвея, без эндорфера, ну вот эта разница, она очень сильно чувствуется. И поэтому говорить о контилене, когда мы играем на пианино, даже на самом хорошем, ну это очень большая подмена, конечно же. Но тем не менее, все равно даже на пианино этот эффект как-то какое-то подобие оно есть. Потому что механизм совершенно другой. Но сейчас мы не будем вдаваться в подробности рояля, хотя это мы тоже очень часто разбираем, как именно этот сложный механизм двойной репетиции, как вот, чем он отличается от механизма пианино. И дальше все длинные звуки. Я слушаю так, и я как это хочу. Сейчас я нажал педаль, и я увеличиваю этот эффект. Если я возьму без педали, будет тот же самый эффект. Вот он, длящийся звук. То есть в любой момент я как бы этот звук начинаю вытягивать и на нем живу. То есть у нас есть такой прием работы, как бы длинная аффирмата. На любом из длинных звуков зависнуть и начать его слышать. И именно без педали. Вот давай сейчас мы это с тобой попробуем. еще разочек мелодии и потом уже вместе с компанией. Без педали. Попытайся. То есть мы когда играем без педали, мы себя лишаем колоссальной поддержки, потому что нога уже тянется к педали, а задача сыграть это услышать именно без педали. Научиться это желать чувствовать. Еще длиннее. И слух уже прямо в конце зала. Вот это всегда проверочный звук. Перед концертом я всегда зал обхожу. Хлопаю в ладоши, проверяю акустику. Что будет со звуком? Потому что не всегда есть кто может со стороны послушать, но ты сразу уже как бы что в конце зала звучит. Лично. Еще самый длинный звук. сразу без без удара. Да. И дальше. Чуть чуть его все таки да чтобы он больше воздуха. Да. вот эта иллюзия, которую я сказал, что звук как бы перетекает один в другой. Вот она. То есть это есть настоящая легато на инструменте, когда мы слышим перетекание одного звука в следующий. Все. То есть легато это не то, когда мы соединяем пальцы. То есть это как бы уже вторично каким приемом. Можно играть и на стаккаде, но слышать перетекание. Это мне кажется то, о чем говорил Бах. Потому что очень часто получается дискуссия с музыкантами, что Бах говорил о связанной певучей манере игры на инструменте. И мы сразу это берем как вооружение. Ну так Баха надо играть вот такими залипающими пальцами. Нет. То есть это именно было слышание одного звука со следующим с другим. артикуляция тут как бы ни при чем. То есть можно играть и раздельной артикуляцией, но при этом слышать вот такое слышание ультеритиканов. Вот это навык, который достигается постоянной тренировкой. То есть мы берем один звук еще раз вот допустим. Илона Василя да прямо вот как запустили стрелу и слушаем как звук перетекает. Можем это больше делать сколько хотим. И все мы слушаем прямо вот какой будет следующий звук. Если я возьму вот так вот сейчас была сейчас это нельзя? Я не слышал. Я просто сейчас нажал клавишу и с ней остался. Прижатый звук просто на клавишу. Вот это есть клавиша. Сразу слух пошел. И вы след за слухом. Талант ли это? Навык. 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 Самый первичный элементарный. То есть с чего начинается наш первый теря второй урок. Дальше звуки объединяются уже все-таки в какую-то фразу. Дальше к фразе мы слушаем гармонию. Вот сейчас о гармонии я бы хотел тоже немножечко поговорить. Гармония здесь очень много на самом дело. Большая половина делов. что звук очень красивый. Здесь вообще в принципе очень красиво написано. но если не было бы гармонии то я бы не знаю как бы звучала эта музыка. Причем слышание гармонии это один из навыков тоже то что я называю гениальной игрой. а вообще гениальной игре сложно говорить потому что гении это скорее всего композиторы. Есть выдающиеся исполнители Соколов пледнев рихтер пилес много марта аргерих можно бесконечно перечислять приятов пианистов но сами говорят что гении это композитор поэтому я так наверное слишком голословно говорю о гениальной игре но я думаю что вы меня помните что здесь я подразумеваю игру на самом пике своих внутренних способностей и ощущений музыки так вот способность откликаться на гармонию и делать это наиболее остро это и есть один из таких приемов то есть у нас есть гармония конечно мы канонизируем тоника дальше двойная доминанта и она должна разрешиться в доминанту вот сюда мы всегда так и делаем то есть несуществующее разрешение мы выберем и как бы разрешаем вот мы слышим постоянно гармонические такие обломы то есть каждая гармония она дородится но не в музыке и места разрешения насколько это сильно звучит почему потому что я это услышал если я не услышал я сейчас собираю ну такой ученический но очень красивый вариант как бы гармония есть все есть но не гениально да чтобы сыграть это на самом дикое состояние конечно очень много я даю мелодию пианиссимо у меня идет сопровождение даже три пиана может быть это очень сильный тоже эффект и вот вместе я соединяю мелодию и аккомпанемент и вот этот радиез он продолжает звучать то есть мелодия настолько берется длинно что ни один раз ни одна нота аккомпанемента она и не забила все время аккомпанемент в тени и гамма причем вот эта мелодия ведь это же душа легия это душа и здесь может быть очень разная подтекстовка или разный смысл если сыграть это просто метрично получится вне музыкального смысла здесь я нашел такую интонацию я любил вас давно и эту интонацию я пытаюсь сделать наиболее как бы вот раскаченной то есть у меня есть вот эта высокая самая нота она напряженная и потом я слышу вот наше это потение и вдалеке уже ре диез то есть дистанция между этими нотами она очень большая и в конце эта мелодия упала вот чем шире ты это услышишь тем это интереснее звучит вот опять же фантазия звуковая плюс гармония в самой гармонии и в мелодиях такая вот спайка в гармонии постоянное задержание идет вот задержание слушаем си фарни си а теперь так как мы называем доминамка секста то же самое как и у Фредерика Шопена в первой палате вот это гармония и разрешение очень много в этой леге как бы от Шопеновской все-таки романтической традиции вот с вот этой гармонии я живу то есть не столько накала в этой гармонии и далекое разрешение дальше ради есть такое же самое как был в начале вот он но теперь разница совершенно другая в следующей фразе появляется си диез и вот эта разница между си декаром и си диезом да оказалось бы рядышком плотом но она гигантская то есть натяжение идет уже между этой разницей гармонической все время доминамка вот следующая тоже доминамка нету разрешения тоже доминамка вот здесь только опять же с удержанием и опять наша гармония то есть здесь в самой гармонии можно бесконечно купаться и вот это твое ощущение гармоническое его нужно развивать как можно обостреннее чувствовать и потом когда это все уже прослушано рождается и образ рождается и состояние происходит это спайка и можно играть эту легию десятками разных способов выразить как хочешь и поэтому на сцене возникает ощущение что это ну это просто человек чувствует так музыку все получается а за этим конечно стоит очень большая слуховая работа но если так у вас возникло такое ощущение что само получается значит мы делаем все правильно потому что конечная и самая главная цель играть музыку так как будто ты сам ее сочинил вот сам сочинил сонату Бетховена сам сочинил Моцарта сам сочинил Шапуэна сам сочинил Шуровского то есть эта музыка полностью становится твоей и вот если вы спросите какой самый ваш большой профессиональный секрет играй музыку просто это тот случай когда как это в математике решение вот оно дано решение есть точнее ответ есть ответ есть а вот решение как до этого дойти вот это и есть уже суть мастерства то есть вот он золотой грань да священный грань пожалуйста бери а как до этого дойти ну давай мы сейчас я уже много проговорил давай ты сейчас поиграешь и как хочешь давай вот без педали помочь яся сначала постарайся все время жить с мелодией все равно у тебя звук ходит налево нет не слышишь стоп вот это показано самый последний все сняли да вот если звук длится да-да-да да и нужно отопиться так чтобы вот то что я показывал все звуки внутри а мелодия живет а можешь это еще шире сделать чем шире слышим тем тем фиат сильнее вот это нехорошо тоже что услышали как причем самый тихий звук мелодии все равно никогда не будет съеден Мне не нравится, что ты очень близко играешь. Я все-таки один раз, когда-то на уроке, это у нас случайно получилось. Вот такое километровое расстояние. То есть три пиана аккомпанемент, и у форте является форте мелодия. Как можно больше расстояние, растояние. Опять же, это все идет от баку. На бахе это мучается. Слушать стереофонично и два уха как бы разводить в сторону. Правое в эту сторону, левое в эту сторону. Если вы смотрели лекции по баку, я как раз это упражнение показывал. На стереофонии. Ты пережата. Во-первых, все пережаты очень... То есть одна обратная сторона, когда ты начинаешь напрягаться слухом. И напрягаться за счет этого тела. Сразу ты и свободна. Не должно быть посадки за инструментом. Ты вот села и уже как бы зафиксировалась. Ноги так, как хочешь, и локотись вот так вот. Полностью вот расслабься. Сядь вот так вот так. Выбрось ноги. Никакой ответственности, как хочешь. Вот так. Слушай только звуки. Да, а теперь заставь эти звуки петь. И чтобы в мелодии была и длина, и вразительность. Вот. Как будто даже не ты играешь. Кто-то другой. КОНЕЦ Да, вот эта гармония. Вот эта фа, она должна прямо ранить душу. Достать. А теперь сравнить с какого-то упалывающегося. Да. То есть вот эта разница, она же сразу влияет на слушателя. Фами. Моя надежда. Мы не достижим. Вот она и разница. Да. Да, сейчас это лучше. Но я бы хотел от тебя добиться все-таки именно больше контиленоза. Не, можно продолжать сидеть. Да, мне так тоже удобно. Я когда устою заниматься, я вот так все время, кстати, очень часто сижу. Потому что сама посадка, вот эта фиксация. Мы же все время, у нас есть этот стереотип, что нужно правильно следить за инструментами. Вот. Проверить ручки. Вот. Правильно ли не вот тут расстояние. Проверить ножки. Проверить, правильно ли ты сел на кончике стула. Вот. Еще дать по рукам или там позадиться, если ты неправильно сделал. Вот. И вот так вот ручки держать, локоточки вверх. И потом после урока очень улыбкает. Спасибо, Мария Ивановна. Сегодня был замечательный урок. И потом с вот этими руками же я и прошел завод. То есть происходит фиксация. Ребенок запоминает ощущения. Вот. А если сказать, что нету посадки, сиди как хочешь, играй как хочешь. Ну, я условно говоря, конечно, говорю. То есть все идет от первичного звука. Да? То есть ослышание рояля. И отсюда все само перенастраивается. То есть я исповедую натуральный пианизм. Все идет от... Все же разные движения, в разное строение. Кому-то так лучше. Кому-то так. Но как только ребенок услышит звук, все движения начнут сами автоматически подстраиваться к этому. А еще сказать, что нету посадки. Вот. Ну, в хорошем, понятном намерении, да? Потому что можно тоже это как-то приврятно понять. То есть мы раскачиваем. Мы и так можем послушать. А ну-ка давай в разные стороны. Вот так, кстати. Самое неудобное положение. Добейся самого красивого звука сейчас. Нет, это зажарно. А сколько здесь? Полностью свободно можно. Да, смотри в окно просто. И добивайся самого свободного звука. Вот. Это лучше. Теперь в другую сторону. Теперь сделай так, как ты вот иногда любил играть. Вот так, кстати. Вот так было спасаться. Вот. Да. Теперь следующее упражнение. Вот так вот. Сожни плечи. Тоже наше любимое положение. Вот. И теперь играй самый красивый пивочный звук. Удобно? Голову печат. Вот так, да? Вот так. У нас такое бывает. Что-то не так, да? Вроде бы так. У плечи оказывается. Вот. Теперь все сбросило. И бери, как хочешь. Но это уже лучше. О, слышите? Спина теперь свободна. Уже ничто не мешает. Вот. Тогда освобождается душа. То есть душа наша закована нашим телом. И говоря о контилене, нужно о теле тоже говорить. Хорошо. Теперь помочь у меня гармонии, как после освобождения. Предлагаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Смотрим, что педаль не будет. Есть одна педаль. Следующий ре диез. Это гармония. Жуна решила. А здесь не надо было менять. Здесь не надо менять. Это одна. Это одна. А здесь меняешь. Следующая. А вот это. Очень сильный. Средний эпизод. Здесь пьемоса, он оживает. Пьемоса. 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 Здесь вот эта мелодия, она как птица, которая оживает и начинает лететь. То есть, опять же, вот этот звук, он должен быть более пеночный. Смотрите, да. То есть, эта рука будто проглаживает. Так, полностью без ударов. Сейчас вот такой эффект. Попробуй беззвучно взять. Беззвучно. 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 Практически беззвучно. Постепенно. Теперь добавляю вес. Еще. Еще. Проглаживаю. Еще. Еще глубже. Вот этот звук. Так, так. То есть, чтобы звук был как бы легкий, полетный. Например, если когда-нибудь даем до игры Равея. Вот эта вода, или, допустим, самое начало. Вот. Вот эта вода, это самый легкий звук. Вот. Вот эти как-нибудь. Тоже самое. Тоже, тоже. Да. Да. Вместе. И, опять же, такая вот почти Равеевская гармония. Послушай. Так, без разрешения, а подальше уже есть разрешение. И вот сюда опять содержание. Дальше, вот здесь, в калиминации, мы, нашли то, что, в общем-то, написано в нотах, но то, что не так на поверхности. Вот этот голос. Получается, как повторять мелодия. И самое верхнее. То есть здесь получается четыре уровня, и мы все время сравниваем. Второй. Еще. Третий. И так далее. Самая четвертая верхняя нота на радиенции. Да. 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 А теперь нужно собрать там две мелодии, чтобы они как бы жили самостоятельно. И так далее. Я смотрела жестко, вот жестко возбудили, но что первый парень должен быть очень круче. То есть гармония получается, если вот сыграть. И вдруг ми минор в до диаз миноре. И такая сумасшедшая альтерация. И после этого удар в до диаз минор. Который как-то все разрушает. И это как рисунок на песке. То есть весь рисунок разрывается. Все исчезло. И вот на этих руинах Разникает как воспоминание. Уже далекое. Такая сумасшедшая. Играет сношение. Играет сношение. Играет музыка. Знаете, как в ванне ее принять, не так же ее достать. Все-таки движение должно быть. Какой образ застывший, но не движение. Если все застынет уже, будет неинтересно. Кстати, спасибо, может быть неинтересно и от красивого звука. Бывает и другая сторона медали, что когда исполнитель слишком все красиво играет. Потому что бывает антивыразительно, а бывает очень выразительно. И все так красиво, 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 но есть разные степени красоты. Есть красота, а есть красивость. И вот иногда красивость бывает неуместна. Если, допустим, мне нужно сыграть Горбуна из Нотр-Дама, да? Или как-то, правильно, Горбуна. Вот. И у меня Горб, а я молодой красивый парень. Есть, например, Ноктерн Шопен. Но сыграть его, как играет, например, Лола Астана. С крыльями там, с красивым очень звуком. Но если кто знает, что это за течение, классика лайф. То есть легкая, напрягающаяся классика. Когда играется с очень томным взглядом. И так абсолютно вся музыка. И все же на это ведутся, потому что это же красиво. Исполнитель улыбается. Это же значит, если исполнитель улыбается, значит это же признак того, что он чувствует музыку. Вот. А ты сидишь, думаешь, да, дура, куда катится мир. Вот. Поэтому улыбка и все, что находится на лице исполнителя, это абсолютно не показатель, человек чувствует музыку или нет. Все, что идет в зал, сам звук, это показатель. Но не мимик. Потому что очень часто мимикой скрываются все недостатки. И несведущий слушатель, он просто будет обращать внимание. Ну, раз что улыбается, значит все в порядке. Вот. А если кривляется, значит что-то не так. Вот. А Рихтер, когда его снимали, он мог язык просто в камеру показать. Потому что, ну вот не надо снимать лицо музыканта. Это его как бы кухня, его личные, в общем-то, переживания. Да, если сильно кривляется, то тоже нехорошо. Но посмотрите, как Артура Бенедетти Микеланджели играет. Шопен. Шопена? Первую балладу. Каменное лицо. Каменное. Ни одной эмоции. А звук? Ты слушаешь? Вот это да, вот это Кантилена. Так берет, так ловит. Вот я недавно переслушивал, думаю, поймает или не поймает. Вот эти все, они все дослушивают. Вот здесь вот. Обычно канисты это не дослушивают, сразу играя дальше. И это, для меня это тоже показатель. То есть, вот сегодня мы затронули, в общем-то, проблему Кантилена. Но, опять же, невозможно одно отделить от другого. Все начинается со слуха, с прикосновения, с слышания, взаимодействия, перетекания одного звука в следующее. Но это тоже, как бы, есть упражнение специальное. Для того, чтобы переориентировать прикосновение к роялю с клавишного на струнный, вот тоже должна быть перенастройка всего пениса. Отсюда тогда исчезает понятие постановки руки. То есть, есть природное прикосновение, природный пенис. Отсюда же потребность звук слушать не с клавиш, а со струн, и чтобы струны, они сразу шли в замок. Отсюда возникает потребность чувствовать гармонию. И эту гармонию усиливать, особенно в той музыке, которая этого требует. Грамматическая музыка. Хотя у Баха тоже гармония, и она тоже влияет на состояние музыки. Потому что, если человек чувствует гармонию, уже большая половина дела сделала. Потому что через гармонию, через ее краску выражается музыкальный смысл. Если к этому еще добавить интеллект и пианизм, вот эта спайка, она рождает, собственно, мастерство. Вот, поэтому еще раз, как бы, подытоживая все, о чем мы говорили и сегодня, и в прошлый раз, и вообще за все время, что мастерство – это дорога. И дорогу осилит любой мотивированный, подчеркиваю. Не просто вот ученик, да, потому что не с каждым же ты будешь этим заниматься, не каждый этого хочет. Но если человек хочет, может, слышит, то я думаю, что многого можно добиться. И когда ты этого добиваешься, вдруг открывается и внутреннее чутье. Потому что человек мог до этого не чувствовать музыку, но вдруг как-то происходит внутренний отклик от освобождения тела. Сразу становится другой звук. То есть все это, я считаю, дорогой. И настолько сложная, и с другой стороны, и простая, и интересная, что все переплетается. Поначалу кажется, что это безумно сложно, да, вот первые полгода. И кажется, что, как мне ученики говорят, что, ну это ж вы, Глядь Викторович, это ж у вас все получается. Я говорю, эх, девочки, мальчики, вы видели бы меня двадцать лет назад, я ничего из этого не мог сыграть, сделать. Но я безумно хотел, очень много занимался, фанатично. Поэтому Вика сейчас тоже очень старается, тоже занимается, и я думаю, что многое начинает уже получаться. Сейчас мы едем прямо в Днепрозержинск, там играем концерт, вот, а завтра играем уже здесь, наш финальный концерт. Вот, поэтому я вас всех еще раз приглашаю. На сегодня мы закончим. Если у вас есть какие-то вопросы, три минуты. Можно спросить, как вы занимаетесь, вот, чтобы достигли такого мастерства? Вот как, какой путь у вас вот был, вот, такой вот профессиональный, вот, совершенный, вот, как, ну сколько часов вы занимаетесь? Какие у вас перерывы, или, ну, просто вот интересно, как, каким образом у вас выстроен вот именно творческий процесс вот этот, работы за инструментом? Ну, я занимаюсь мало сейчас. Занимаюсь столько, сколько есть свободного времени, то есть все свободное время от педагогики. Но занимаюсь очень интенсивно. Естественно, каждый день стараюсь. Ну, может быть, много уже и не нужно заниматься, потому что вот много уже наработано как бы вскоре. А сколько часов там, то есть, или вы не можете? Это по-разному. Ну, вот, когда последний ученик уйдет, сколько осталось, пока не выгнали из консерватории? А если это свободное время? Ну, могу пять часов, могу шесть позаниматься. Вообще, надо, да, да, конечно. То есть, надо всем заниматься, конечно, где-то пять, шесть часов. Вот. Три, когда ученица приходит и говорит, я занималась так много, три часа позанималась. Я говорю, давай мы с тобой раз и навсегда договоримся о системе ценности. Три часа – это мало. Четыре – это позорный минимум. Вот. Пять часов – это нормально для, в общем-то, шесть. А как это упражнения? Шесть – это пахота. Гаммы, упражнения… Да, у нас есть техзачеты, но гаммы нужно уметь просто мыслить позиционно. Для этого их не нужно учить годами. Их можно выучить буквально за очень короткий период. Нет, вы его играете. А, я? Нет, я вообще не играю. Упражнение. 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 Нет, я сразу сажусь и играю свою программу «Дай Бог, чтобы успеть». Для пальцев баха нужно играть. Вот год я играл баха, сыграл первый том хорошо темперированного клавера. И могу сказать, что и для слуха, и для пальцев это было самое полезное. Потому что можно играть очень много гаммы и упражнений. Вот вы сейчас спросили, какие упражнения играют. Но руки, которые… Мне всегда не нравилось, как выглядят мои руки. И как они выглядят на записи. И только лишь после баховского вот такого опыта впервые я почувствовал, что руки стали какие-то вот очень мягкие податки. Потому что рука делится на три голоса. И вот удержать один, второй, третий, все это без педали – это рождает такую гибкость и пальцев, и слуха, что, в общем-то, для пианизма это огромнейший скачок. Вот говорят, больше этюдов играть, и как можно больше этюдов, и техники. Детям тоже паха надо играть, да? Понятно. Больше паха. Это вот техника, вот этюды… Знаете, я вот скажу так, что… Как бы вот можно очень долго дискутировать на эту тему. Важно не что, а как. И благодаря чему и чего вы добиваетесь. Можно на простейшем этюде добиться самых высоких задач. То же самое на самой простейшей Кантилене. То есть нет универсального упражнения. Есть универсальные задачи, которые нужно добиваться на любом произведении. Как в полифоне, как и в Кантилене. Либо то, что мы сегодня говорим, мы тоже добиваемся этих пахи такого же слышания. Тоже мы работаем и когда над этюдами, или на сонатной форме. То есть все абсолютно едино. Все идет от первоначальной задачи. Поэтому материал уже как бы служит… Ну как бы в этом плане это вторично. Хотя, конечно, каждого композитора, который мы играем, мы говорим о стиле, о собственном мире. Но вот если говорить об универсальных задачах, то, мне кажется, во многом во всем не идет. То есть как ты чувствуешь это? Хочешь идти понять, когда идет? Хочешь там что-то с мыслями поразобраться? Понимай баха. Да. Можно все играть. Потому что если мы выбросим баха, и будем играть одну Кантилену, или выбросим что-то такое, то есть не должно быть никакого ущерба. Да. Потому что сейчас с альпортаром вообще у нас огромные проблемы. Мы играем ни баха, ни ничего. Играем только вот это. Или вот это. Я считаю это убийство профессионализма. Убийство осознанного. Осознанное убийство культуры. Вот. Но это опять же очень сложный и больной разговор. Поэтому я за классику и за то, чтобы дети тоже играли классику и этим горели. На самом деле бах ведь он живой. И Шопе живой все. А джаз? А джаз может каждый сыграть. Я считаю джаз может сыграть каждый. А вот здесь сыграть баха осмысленно. Не просто сыграть, а осмысленно сыграть. Заставить двигаться материю. Заставить двигаться мозг, слух. Починить себе полифонию. Ну это же интересно. А джаз играть просто. Ну это психология. Джаз просто это другая психология. Вот сейчас. Да. Мы тоже проходим джаз. Вот девочки сейчас в ансамблю играют. Саратского в обработке канки. Не могут сыграть свинг. Играют как белый. Я говорю, что надо играть как черный. Чувствовать все время слабыми. Но это тоже идет от баха. Потому что баховский принцип. Сильные слышать, а слабыми играть. Это все от баха идет. Ну я так конечно, может быть преувеличу. Понятно, что не от баха. Но сам принцип синкопирования конечно же от баха. Потому что затактовое эмотивное строение. Оно всегда идет от слабых. Поэтому мир очень огромен. И поэтому хочется быть богатым. Богатым человеком. Богатый человек тот, который впитывает в себя ценности. Прививает в себе вкус. Вкус конечно же это классика. Книги. Хорошие картины. Не то, что сейчас крутят в кинотеатре. Но конечно на какой-то фильм можно пойти как что-то переключение. Вот вы сказали о джазе. Тоже можно послушать. Да, можно послушать. Потому что джаз, он возможно меняет настроение. Он может поднять настроение. Может быть успокоить человека. Может создать фон. Но изменить жизнь, мне кажется, способна музыка баха. Изменить состояние человека не просто как настроение, а как движение по жизни. Такая вот музыка и тоже хорошая литература. Вот так это всегда работало. Сейчас мы стали просто изобретать сейчас очень много новых велосипедов. И каждый изобретает свой велосипед, не похожий на другого. А истина она все равно проста. И если ты говоришь эту истину, значит ты белая ворота. Потому что сейчас на коне тот, который перевернул ногами пианиста, играет вверх ногами и говорит, вот это. Вот раньше играли, это все не то. Это был уже Советский Союз, это уже прошлое. А вот сейчас надо играть вверх ногами. Вот это талант, я понимаю. А то, о чем мы говорим, это мастерство, оно вырождается. Но не хотелось бы, чтобы мы по этому пути бы шли и этому потакали. Поэтому первое, это конечно репертуар. А второе, это любовь. И первое, любовь. Если. Продолжение следует...